Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить о такой нужной в хозяйстве вещи, как электролобзик. Опять же, из своего жизненного опыта, что я пропилял нем несколько километров, это точно, я могу вам немножко как бы подсказать, определиться, помочь с выбором этого инструмента. Вот, у меня, это уже второй, первый у меня есть, но нет, я купил еще второй себе. Это у нас электролобзик, вроде как он российского производства, хотя в магазине говорят, что не российский, а китайский, но это не столь важно. Вот его характеристики. Я взял потребляемая мощность 900 ватт, это, конечно, немало уже, он будет пилять ДСП без проблем. У него частота холостого хода, это 3000 оборотов в минуту, это когда без нагрузки, и ход пилы 22 миллиметра. Вес, тоже надо учитывать, 2,5 килограмма, это то, что вы будете держать в руке. 2,5 килограмма, это не очень много, любой может выдержать. Какие мы имеем здесь, можно сказать, функции? Ну, об этом, я думаю, говорить не нужно, это кнопка зажимаем, и чтобы беспрерывная работа у нас была постоянно. Потом нажимаем, кнопка эта отпадает и выключается. Мы имеем 6 скоростей. Это с самой маленькой, первой. Вторая. Это маленькая, медленно работает. Ну, и выше, 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 и вот шестая. Так, это все хорошо. Что мы имеем дальше? У нас есть 4 положения пилки. Вот, нулевое, первое, второе и третье. Объясняю, для чего они. Вот, как мы видим, если начинаешь переключать, вот эта вот штучка уходит назад. Смотрите. Раз, раз, раз. И чем больше, тем дальше она уходит. Это она освобождает ход самого полотна. Если мы пиляем на нуле, вот так вот, значит, оно просто пилка ровно пилит. Это для пластмассы хорошо, для ДВП, для тонких таких материалов, это нам подходит вот эта вот нулевая позиция. Просто ровно пилочка у нас ходит. Смотрим. Если же мы ставим положение единичку, тут чуть-чуть освободилось вот это вот колесико, и она у нас уже пока не заметна на первое, откидывается назад. И, соответственно, вторая больше откидывается, третья еще больше. Для чего это? Это пилочка сама вот эта вот, когда пиляет, она делает рывок наверх, пропил, и откидывается немножко назад при опускании вниз. Как бы дает вылететь опилкам, когда мы пиляем пилочкой разведенной, крупной такой, чтобы она могла как бы мягко распиливать. Я вот, когда пиляю ДСП, я всегда использую троечку, троечку, ну иногда двоечку. Все зависит от того, какая толщина, какой крепости материал, какая пилка у меня, тупая или нет, само полотно. В итоге, это очень важная штука, потому что без нее будет очень тяжело работать. Так, какой у нас еще есть тут штукенция? Штукинция. Вот это вот, это мы можем выворачивать угол, пилять под углом. Я не буду показывать, тут ключиком откручиваются, вот тут зубчики. И мы выставляем оттягу назад, потом вперед и выставляем нужный угол. Под каким углом у нас будет пилять пилочка это наше полотно. Может быть, там нам надо, чтобы оно под 45 градусов было, кому какие надобности есть. Ну, в общем, это я рассказал по этой, только по своей. Какие еще есть навороты? Вот та, которая у меня еще одна есть. Здесь есть лазерный, не прицел, а как лазерный такой лучик. Он, ты его включаешь, тут кнопочка, и он как раз перед пилочкой светит. И ты видишь, куда идет пилочка, направляешь, он вроде как помогает. Ну, оно и без него можно работать, если приловчиться, то нормально, ничего страшного. Потому что, я вам так скажу, распилять ней длинный какой-то отрезок. ДВП не так уж и легко, это очень нужна сноровка, там какие-то хитрости свои нужные. Поэтому так сразу не научиться. Надо опыт, и все будет нормально. Так, дальше, чтобы у нас здесь тоже проблем не было, мы взяли вот такую вот штучку для обмена полотна. Вот, вверх потянул, и тогда вытягивается оно после щелчка. Есть, продаются, как-то и закручиваются это, это очень неудобно. Вот, здесь механически ты взял, вставил, и она вот так вот защелкнуться должна сюда. У меня подзабито, видно, вот, все, она села. Во-первых, вот это, чтобы у нас было удобство. Потому что я видел, что есть без этих штук, просто закручивается, это очень неудобно. Ну, что, в принципе, еще можно за нее рассказать? Конечно, опять же, все зависит от ваших потребностей, те работы, которые вы будете выполнять этим электролобзиком. Если вам там надо дома положить ламинат, то, конечно, без проблем можно дешевую взять, потом выкинуть ее. Если же вы хотите, чтобы она вам служила долго, честно, верой и правдой, то надо, первое, на что обратить внимание, чтобы мощность была хорошая. Мощность, это так кажется на первый взгляд, что, ой, я ничего такого делать не буду, пойдет, потому что от мощности зависит и цена. Возьму, там, 300 ватт, мне хватит ламинат попилять, и я за нее забуду и выкину. А потом, раз, оказывается, через месяц вам она нужна еще. Только уже что-то другое надо делать, более сложную работу, поэтому, оказывается, мощность вам была нужна больше. На этом не экономим. Берем 900, 1200, на что у вас хватает денег? Ну, конечно, если мощность 900, я не буду говорить, что там не будет уже отброса пилы, это по-любому оно все будет, потому что зависит, конечно, если мощность уже больше, то и лобзик стоит намного дороже, и если он стоит дороже, в нем все будет. Ну, в принципе, как бы, вот эти вот штучки еще, говорят, тут можно выставлять, прикручивать, делать линейку. Не знаю, у меня особо с этим ничего не получается, с этой линейкой. Я приложился пилять по-другому. Я приложу деревянную линейку, если мне длинную надо отпилить, я ее вот так вот приложил, выставил. Это тоже тот же самый кусок ДСП толстый, только с заводским отпилом, чтобы ровненький был, идеально ровный. Я его шурупами фиксирую, переворачиваю на другую сторону, и с маленьким нажимом на сторону планки линейки пиляю, и тогда оно идет, но там тоже надо приловчиться. Ну, так, в принципе, штука эта очень-очень в хозяйстве нужна. Так что, что я хочу сказать, если вы решили ее купить, то не экономьте, не перебирайте дешевыми вариантами, не экономьте там какие рубли, гривны, или что там у вас за валюта. Лучше раз заплатить нормально, и потом наслаждаться работой, потому что возьмете маленькую мощность, оно не тянет, оно не хочет пилять, пиляет криво. Эта штука, даже 900, я уже врубил, она у меня грызет, ДВП и две штуки подряд, может, грызет. Ну, в принципе, опять же, что знал, то вам рассказал. Если какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, я открыт для общения, спрашивайте, я подскажу. Всем пока!